Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал «Амаркетс», оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня нас ожидает крайне насыщенная торговая сессия, очень много макроэкономических отчетов, очень важная статистика из США, в частности, прежде всего, стоит отметить на отчет по рынку труда ADP. Это своего рода прелюдия перед выходом данных по Non-Farm Perls. И, конечно же, этот релиз мы сегодня внимательно будем изучать, завтра подведем итоги. Ну, я почти уверен, что американская статистика по рынку труда не разочарует. И индекс доллара, который, возможно, нуждается не в такой уж и сильной поддержке, так чувствует себя довольно неплохо, но все-таки получит эту поддержку от релиза и сможет нацелиться на движение в районе 105 пунктов. Это наша долгосрочная цель, до которой остается всего лишь один маленький шаг. Помимо данных по ADP, которые выйдут сегодня в 12.15 по GMT, ждем также статистику по инфляции в еврозоне в 9.00 по GMT, в 14.00 по GMT, а и СМ активности в сфере услуг США. Важный компонент, может быть, даже в оценке влияния отдельных секторов американской экономики на общие показатели ВП, именно сфере услуг принадлежит основное влияние. Мы помним, как в начале недели рынок бурно отреагировал на сильную статистику по АСМ производственного сектора. Допускаю, что похожей реакцией может быть и на данные и фактические цифры по сфере услуг. В 14.30 по GMT данные по запасам нефти в США. После отчета американского института нефти, который вышел буквально несколько часов назад, есть очень высокая вероятность того, что запасы снизятся и по версии официальных статистиков. И, конечно же, в случае снижения запасов нефтянка получит дополнительную поддержку. И текущие котировки 89 долларов за баррель, они явно указывают на то, что покупатели сильны как никогда. И на этом фоне нефть бренд WTI может продолжить развитие бычей динамики и выйти к новым многомесячным максимумам. И под закрытие текущей торговой сессии в 16.30 по GMT состоится выступление главы американского регулятора Джерома Паула. Мы уже несколько раз слышали его за последние две недели после заседания Федрезерва, потом еще пресс-конференции и выступления в Сан-Франциско. Он касался вопросов денежно-кредитной политики, но полагаю, что, наверное, мы уже услышали все, что хотели от руководства Федрезерва. Теперь просто ждем июньское заседание, думаю, что, как и сам американский регулятор, чтобы увидеть фактическое решение, которое будет принято. Но у нас также, как у ФРС, есть возможность анализировать каждый махроэкономический отчет, и всю эту статистику мы пропускаем как раз через вероятностное решение, потому что должно произойти с ключевой процентной ставкой. Смотрим за инструментом FedWatch Tool и оцениваем шансы на то, что инициатива в июне перейдет к продавца доллара, который получит именно решение по снижению ключевой процентной ставки и уже начнут шаротить доллар на долгосрок. Мы пока этого не делаем, потому что до июня еще два месяца и, по сути, до июньского заседания еще два с половиной месяца. И это достаточный период времени, чтобы мы все еще сохраняли именно интересы к доллару как инструменту для покупок с целевым ориентиром выхода актива выше 105 пунктов. Давайте подробнее. Индекс доллара 104.45. Текущие котировки, максимум, который был зафиксирован накануне 104.83. Еще раз отмечу, что доллар очень неплохо взбодрил отчет АСМ-производственного сектора, потому что данный сектор американской экономики впервые за очень долгое время выбрался из зоны спада. Фактически рост 53 пункта со 47,8. И ранее я уже делал вывод о том, что рост промышленной активности – это очень хороший вклад на перспективу в показатели экономического роста, то есть в показатели ВВП. Мы ждем сильные данные по итогам первого квартала и надеюсь, то, что для тех, кто следит за фундаментом, так же, как и мы, сильная статистика по ВВП станет еще одним подтверждением того, что вместе с ростом экономики сохраняются инфляционные риски. Поэтому нужно и дальше, грубое слово, но все-таки отмечу, спекулировать на идее того, что американский регулятор может и ничего и не сделать по итогам июньского заседания. Производственные заказы, которые вышли вчера, продолжение отчета АСМ-производственного сектора, рост на 1,4%. Очень сильно контрастирует с показателем двухмесячной давности, когда был спад на 3,8%. Сегодня мы ждем статистику ЭДП. Ожидания оптимистичные, прирост количества новых рабочих мест 148 тысяч может составить, в прошлый раз показатель был 140 тысяч. И, как отметил АСМ в сфере услуг, тоже здесь ожидаются позитивные цифры, рост с 52,6 до 52,7. Но в сфере услуг, собственно, никогда не было вопросов в отношении американской экономики. Сектор находится в зоне роста, и мы просто констатируем, что рост данной отрасли продолжается. По инструменту Файд-Водч-Тут, вероятность снижения ставки в июне сейчас оценивается в 61%. Напомню, что эту неделю мы начинали с показателя выше. И вчера в моменте, в течение дня я обращал внимание на то, как меняются шансы на измене процентной ставки. Минимум был 57%. Вот посмотрите, как сильно плавает этот показатель, но все равно мы приходим к какой-то медианной оценке нисходящего графика, уверенности того, что какие-то изменения Федрезерфа все же примет по итогам июньского заседания. 10-летний Трежери с очень высоким показателем доходности 4,36%. Это максимум с начала ноября прошлого года. И плавно можно перейти к золоту, учитывая то, что индекс долларов, бодро себя чувствует, доходность американских облигаций остается на многомесячных максимумах. Это все негативные факторы касательно золота. Текущие котировки 2286 долларов. За трость к унусу я еще раз призываю. Друзья, если вы очень неэффективно использовали последнее ралли «Фееричный рост золота», то самое время фиксироваться, потому что коррекция может быть довольно значительной. Не думаю, что сейчас важно обращаться к причинам, по которым золото растет, потому что их как таковой трудно найти. Но если отметить то, что обсуждают, это якобы неизбежное смягчение монетарной политики ключевыми центральными банками, потому что процесс дезинфляции все-таки продолжается. Повышенный спрос на золото со стороны центральных банков, со стороны инвесторов из Китая из-за кризиса на рынке недвижимости. Но это околорыночные факторы, они слишком глобального оттенка. Я считаю, что да, они имеют место быть, но скорее всего динамика именно восходящего золота является следствием каких-то алгоритмических трейдов со стороны институциональных инвесторов. В конечном счете все сойдет на нет и может очень быстро развиться коррекция. Не нужно рисковать, потому что золото и так очень сильно сейчас перекуплено. Евро против доллара 1,0775. Вчера вышли данные по инфляции в Германии в соответствии с ожиданиями. В марте показатель снизился с 2,5% до 2,2% в годовом выражении. Это доказательство того, что инфляция постепенно движется к целевому назначению в 2%. Сегодня выйдут данные по инфляции в еврозоне. Тоже ожидаем прогресса в снижении инфляционного давления. И это главный аргумент того, чтобы Европейский центральный банк начал смягчать экономическую политику. Данные по производственному сектору в Германии и еврозоне тоже. Это блок статистики, который вышел накануне. Здесь исключительно негатив, который продолжается уже много месяцев. В еврозоне промышленность, индекс активности в производственном секторе снизился с 46,5% до 46,1%. В Германии с 42,5% до 41,9%. И причем здесь важно отметить, что снижение продолжается 23 месяца подряд. Европейский центральный банк не может этого не видеть. И первый представитель ЕЦБ, голосующий член, Ген Хольцман, также глава Центрального банка Австрии, уже дал понять, что Европейский центральный банк может снизить ставку раньше ФРС. Ждем распродаж главного валютного риска. По фунту тоже пессимистичные оценки. Снижение с целевым ориентированным до уровня 1,25 доллар иена 151,60. Все еще очень заманчивая сделка посидеть в этих лангах и подождать отметку 153. Но снова обращаю внимание, что это трейд против фундаментального фона, потому что и Минфин, и Банк Японии уже отмечают, что валютный курс вышел за пределы допустимых значений и в любой момент могут последовать валютные интервенции. Но я считаю, что в текущих условиях при показателях раничного сантимента уже две недели делаю на него акцент. Обращайте внимание, что толпа сейчас как раз сидит в коротких позициях, ожидая вот этих самых валютных интервенций. Но не может вот так вот рынок позволить дать заработать себе всем. Будет еще одна волна роста, я в это верю и ожидаю пару на отметке 153 иены за доллар. СНП 5250 пунктов, ЦЛ 5300 пунктов. Также хочу отметить еще сделку доллар-канадец текущей котировки 1.35-63, это на средний срок. Учитывая, что в эту пятницу будут данные по Non-Farm Perils, это статистика по американскому рынку труда, и еще будут данные по рынку труда Канады. Посмотрите, в экономическом календаре ожидает очень сильный контраст в этих отчетах. Этот контраст уже продолжается несколько недель. Даже в начале этой недели, когда вышел отчет СМ производственного сектора США, сильный показатель. В Канаде вышла плохая статистика. И у канадца сейчас мало шансов, чтобы что-то навязать американскому доллару. И думаю, то, что пара доллар-канадец может превысить отметку 1.36. И сама нефтянка без изменений. Ждем 90 и выше. Данные от Американского института нефти по запасам указали на снижение запасов на 2,2 миллиона баррелей. Соответственно, официальные данные тоже могут быть со знаком минус. И не стоит забывать про эскалацию конфликта между Израилем и Палестиной. Это тоже фактор, который поддерживает котировки черного золота. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!